Так, у нас время обеда, я уже голову сломала, чего приготовить. Ну и решила обеспокоить вертолейный вариант. Паста. Обычно я готовлю пасту все вместе в сковородке жарится. И тут же паста. На сегодня сделаю по-другому. Ох, шкварчит! И так, мои дорогие, в общем, лук пожарился, я добавила куриную грудку, уже готовую гриль. Так, теперь сладкая паприка вот такая у меня, обожаю я везде ее добавляю. Ой, чувствуете, как пахнет? Затем сюда же идут вот такие резанные кусочками томаты. Мне кажется, любой мужчина, тем более ребенок, обожает такую еду. Мне кажется, все любят пасту, чтобы на дети. О, а я люблю готовить. Единственный минус, так это готовить и снимать одновременно, нужно, наверное, какой-то штатив специальный, потому что несколько доставляет это дискомфорт. Я теперь понимаю блогеров, которые, как они умудряются, ногой, что ли, они левой все это делают. Ну, в общем, супер. Так, еще добавлю вот такой вот чеснок, гарлик. Ну, можете сказать, они там в своей Америке уже совсем обленились, покупают готовый чеснок. Да, ребятушки, он уже нарезанный, вот такой в баночке упакованный. Очень, кстати, удобно. Почему у нас так никто не придумал еще делать, не знаю. Берите на заметку. Ну, в общем, вот так это все выглядит. Фетучини я положила уже готовые. Обычно я вот в эту вот основу кладу фетучини, либо спагетти, доливаю немного воды, либо сливок, в зависимости от того, с чем паста. Вот, и все это готовится, ну, так делают итальянцы, в таком случае. Ну, сегодня сделаю по-другому, не знаю почему. Не думала, что буду снимать. Вот, надо было, конечно, выпендриться. Ну, вот, сегодня так, в другой раз сделаю по-другому. Сейчас немножко это все потомится и покажу, как это будет выглядеть. Если успею. Ну, вот, смотрите, фетучини уже поженились со всей этой основной пастой. И еще я добавляю сюда такого главного героя. А это моцарелла-героиня. Да, вот я добавила еще моцарелла, потому что ее много не бывает. Вот, сейчас это все побудет вместе, потомится и будем вкушать. Ну, вот, смотрите, какая получилась красота. Надеюсь, что и вкуснота. Так, салатик сегодня не сделала, просто порезала овощи. И вот трюфель с пармезаном наш любимый. Сейчас будем все посыпать. Я еще недавно такие тарелочки для пасты купила. Какая прелесть. Еще бокал белого и как в ресторане. Вот как Вова у нас ест пасту. Руками вкуснее, правда? Как слухать? Ну, давай, расскажи. Егор сказал, очень вкусно. А ты что скажешь? Холодно. Вкусно. Вкусно. Теперь мясо. В общем, друзья, нам приятного аппетита. И сегодня будет еще запеканка. Ребятушки, я вот оказалась в Хом Дипа. Поехала со своим водителем. Смотрите, елка. 69 долларов. Живая. Потрогаю. Да, живая. Она в такой подставочке. Так, ну-ка понюхаем. Пахнет, да, как наша. Даже как пихточка, наверное. Так, вот повыше елочка. Тоже красивая. Это уже 99 долларов. Мы просто вчера хотели елку купить искусственную. На минуточку. Знаете, сколько стоит? 399. Вот таких же размеров. Капец. Ой, какая красивая. Это, видимо, какой-то сорт написано в Доглас Ферд. 94. Ну, смотрите, какая пушистая. Ой, мягкие такие. Очень мягкие. Никто не поранится, ни детки, никто. Ну-ка. Ну, кстати, елкой не пахнет. Так, и вот у нас еще одна красавица. Самая недорогая. 59 долларов. Файзерфир какой-то. Ну, тоже, кстати, мягкая. Ну, тоже мало елкой пахнет. Первая пахнет лучше всего. Ну, пойдемте внутрь. Ха, я вчера в Костка за 399 вот такую видела. А здесь она стоит, ребятушки, 499. Да откуда ж такие цены? 500 баксов за елку. Вы че? Бери выше. 799. Елки-палки. Слушайте, ну, из Китая заказать сейчас уже, конечно, мы не успеем. Вот, 350. Ну, красивенькая. Но я что-то не готова столько денег за елку давать. Вот, 300 долларов. Самое обычное. Вот. Господи боже. Ой, какая красавица. В России бы, конечно, мы сейчас такую в нашем доме поставили. У нас как раз был такой второй свет. Это называется. Ну, это когда заходишь в двухэтажный дом. Или в трех. И вот нет одной четвертой части потолка. Такой балкон. То есть у нас елка всегда была до неба, как Тася говорила. Да, уж. Вот 700 долларов, пожалуйста. 699. Мне прям вот это очень понравилось. Смотрите. 499. Но она как будто в ине. Прям красотка такая. Ну, и вот эти красные цветочки. Я вам вчера про них рассказывала. Они везде их покупают. Такими большими количествами. Прям поддонами. Что-то они, наверное, обозначают. Но я пока не знаю, что. Мне, честно говоря, было лень прочитать. Посмотрите, пожалуйста. Разобрали украшения. Вот я показывала тоже у нас возле практически каждого дома стоят вот эти надувные штуки. Здесь уже этого всего нет. Люди очень активно это все покупают. Классно. Стараются, чтобы всем, кто проходил мимо, было приятно смотреть. Привет, щелкун за 250 долларов. В общем, хожу вот по хом-дипам. Не знаю, надо вам показывать, рассказывать. Здесь занесло меня на ночь, глядя. Я приехала, честно говоря, елки посмотреть. Сейчас еще пойду. Еще повыбираю. Ой, как я здесь люблю ходить. Здесь так деревом пахнет. Помните, да, мои сюжеты? Про фанерочку. Обыкновенную фанерочку. Вот она. Почти 30... 26, 25 она стоит. Ну, почти. С налогами, наверное, 30 так и получится. Елки-палки. Ой, ну как пахнет. Очень вкусно. Вот. 4,15 нашла досточку, смотрите. Вот это, кстати, обработанное. 2 на 4. 2x4. Ребята, у меня культурный шок. Цветочек Замиакулькас. Мы когда уезжали, у меня дома кусты были ему. Смотрите, цена 24... 25 долларов, короче. Вот такая вот фигулька. 25 баксов. Ядрит Мадрид. Я бы озолотилась. Ух ты, смотрите, какая техника. Я не знаю, для чего они нужны, комбайны эти. Такие прикольные. О, 2,700. Ну, это так, кому интересно. Ну, что-то такое прям новомодное. Да, вот здесь показаны операции, которые они делают. Ну, честно говоря, мне оно не надо, я и прям не вникаю. Мне понравились желтенькие, красивенькие машиночки. Смотрите, какая классная штучка. И накрывашка, чтобы ничего не разлеталось в разные стороны. Что-то я притомилась. Посижу я здесь, наверное. Подожду своего... Ой, как хорошо водителя. Что вы думаете? Я специально для вас, ну и для себя, конечно, прочитала, что это поэнсетти. Другое название этого цветка рождественская звезда. У неё столько всяких суеверий. В общем, она как символ, господи, как яйца на Пасху, обязательно должна быть в доме. Она там и энергетику меняет, и что она только не делает. Вот то-то я смотрю, что её берут прямо под донами. И что в природе это растение может достигать трёх метров в высоту, если за ним правильно ухаживать. Круто! Значит, мы тоже его покупаем. Короче, хочу вот купить палку для швабры. А тут, о, сори, не оказалось на ней цинника. Вот тётенька уже стоит, не знаю, сколько времени не ищет. Я говорю, да хрен бы с ней с этой палкой в следующий раз куплю. Она не понимает. Ну и что вы думаете? Я вот нос никогда не подведёт. Выхожу из другого выхода хом-дипа, и такой аромат еловый. Посмотрите, тут ёлочный базар. Ой, какой запах, прямо пихтами. Боже, как вкусно. Веночек. Вот веночки вешают на двери. 19,90. Ну, 20 долларов, скажем так. Как красиво всё, а! Ой, сколько ёлок! Просто капец. И народу-то народу... Слушайте, я аж дышать не могу. Как их много здесь. Ой, какой запах опасный. Мягкие такие все. Красивые. Ничего не сыпется. Вот видите, интересно как. Ничего не сыпется. Ну, наверное, и цены такие. Потому... Вот сейчас смотрю, смотрите. 189 долларов ёлочка. Ну, они как будто не настоящие. Они такие красивые. Прям вот как искусственная она. Посмотрите, какой у неё ворс. Прямо ёлкины. Вот тут точно скажешь, ёлки-палки. Где их выращивали, эти ёлки? О, а здесь наоборот. Смотрите, такой отделчик здесь. Вот здесь похоже на наши ёлки, но тоже очень мягкие они. Смотрите, какой ствол огромный. Такая вроде изящная ёлочка, а стволы вон какие толстые. Это, наверное, какой-то определённый сорт. Ой, жалко не записала разговор. Тётенька не захотела сниматься. Ну, и я, честно говоря, позорится со своим английским. В общем, она мне сказала, что эти ёлочки приехали из Южной и Северной Каролины. Вот, что выросли они в Америке. А я рассказала, что я из Сибири. И что у нас тоже много ёлок, но у нас сейчас снег. Ребята, как здесь пахнет! Господи, почему никто ещё не догадался и не придумал, как передавать запах? Слушайте, вот когда в бане запаривают еловые веники, Ну, как классно! Посмотрите, как они все стоят. Прямо вот одна к одной, одна к одной. Такое ощущение, что их прямо вот выращивали, кормили, как модели. Вот в России, кстати, зачастую продают ёлки какие-то кривые. Да, и если это какие-то нестандартные, то там совершенно другая цена. Здесь они, ну, просто куколки. Прямо одна к одной. Посмотрите, какая красота! Красавицы и умницы! О, смотрите! Раз её как стукнул! И она вся сразу распушилась. Ну, конечно, почти 200 долларов. Какая красота! Да, у наших ёлок не такой пушистый, ну, как сказать, не столько веток. Она не такая, не такая мохнатая, как эта. Это прям прелесть. О, ребят, я не хочу отсюда уходить. Сейчас вот сяду на этот трон и буду тут сидеть. Как здесь пахнет! О, господи! Прямо даже какая-то ностальгия. Ну, вот, что ностальгировать. Пришёл, подышал и всё. А тут что-то за 13 долларов. Винки, которые хуенькие. Ну, вот, кстати, такие, не очень. Ой, ну, те прям красотки, красотки. Ребята, ну, всё-таки я вернулась. Смотрите, ёлочка. Вот такая стоит 60 долларов. Ну, она, наверное, метр с лишним. Но она такая пушистая. Вот прямо мохнатая. Что у неё даже ствола не видно. Наверное, будем брать. Я понимаю, что темно. Но такое волшебство. Как будто цветлячки в воздухе летают. И как будто они сели на вот этот дом. А это всего лишь проектор. Но я скоро вам буду показывать много таких красивых штук. И здесь, вот, смотрите, прилетели светлячки. Волшебное время. Волшебство. И вот наши соседи прямо рождественскую сказку сделали. Класс. Скоро будет много салютов. Ой, какие снеговички милые стоят. Здорово-ка. С наступающим. Слушайте, я вам сегодня рассказывала про ёлки. Вот показывала, да, недавно. У меня такое ощущение, что они какое-то эфирное масло выделяют. Потому что мне кажется, что у меня руки до сих пор пахнут. Машинка шумит много. Не буду говорить. Сделаю запеканку. Из американского творога. Интересно? Смотрите. В общем, поехали. Запеканка. Нужно взять обязательно два американских яйца. Вот они. Американский сахар. Сыпанула, короче, от души. Ну ладно. Так. Не буду ничего миксером взбивать. Покажу всё так, без выпендрёжа. Немножко соли. Но опять-таки, американский, вы понимаете. Так. Всё перемешиваем. Честно говоря, можно обойтись и без миксера. Запеканку-то можно сделать. Вспомните раньше, как вот кондитеры взбивали эти белковые кремы? Я так представлю. Сейчас миксер-то не дождёшься, пока он всё это сделает. А уж как люди это делали, я, честно говоря, вообще не понимаю. Так. Всё. Яйца с сахаром смешали. Немножко муки. Прям вот немножко. Так. Что это? Я это не люблю. Ну вот. Это называется разрыхлитель. Опять же, американский. Где-то пол чайной, ну, может быть, чайную ложечку. Так. Соединили всё это с мукой. Ну и всё. А дальше, что ваша фантазия хочет и может. Так. Творог, который с утра не съели. Его сюда. Это даже с черникой он у меня. Ну и вот такой вот творог американский. У них он называется чиз. Сыр почему-то. Не знаю. Вот такие вот. Он бывает крупные зёрна, средние, мелкие. Ну вот это мелкие. Лардж. Да, нехорошая была идея ещё и стирку завести. У меня что-то как-то шумно работает машинка. Так, здесь у нас три паунда. Килограмм 360 грамм. Короче, в этой баночке. Но на нашу большую семью это так на один зуб. Сейчас главное всё хорошо перемешать. У меня ещё моцарелла осталась. Нужно ещё моцареллу посыпать. Лишним это не будет. Всё, сейчас нужно всё хорошенечко вымесить. Подготовить форму. И покажу дальше. Итак, друзья, кто записывает? Нужно взять американский сахар, американскую муку, американский творог. И, внимание, русскую манку. Можно её добавить в творог пару ложек. Она соберёт лишнюю жидкость. Но у меня она, к сожалению, закончилась. Поэтому я только смазала противень сливочным маслом и чуть-чуть посыпала, слегка присыпала, потому что больше у меня её просто нет. Вот, ещё у меня есть вот такой изюм. Это детям давали, он был у них в наборах в школьном питании. Вместо конфет он уже чистый. Мытый. У меня его просто очень много, поэтому я его буду сейчас везде использовать. И в каше, и в запеканке. Вот. Ну, в запеканках вообще изюма много не бывает. Такой прям красивенький. Три пачечки, я думаю, так. Да. Всё. Просто перемешиваем. Не выпендриваемся. Уж запеканка, это, по-моему, самое простое блюдо, которое умеет делать, ну, каждая женщина и, наверное, даже девочка. И она всегда получается. Всегда. Я туда добавляю сыр, что-то молочное, можете добавить сливки. Она всегда получается очень классная. так, наш противень, выкладываем в нашу запеканочку. Ну, там даже малинка попалась. И еще такое одно изобретение человечества, я считаю, просто чудо чудное. Это вот эти силиконовые лопатки. Как мы раньше без них жили. Этой лопаткой можно собрать абсолютно всё. Всё будет очень чистенько, всё разровнять прекрасно. Да. Вообще сейчас очень много всяких разных таких гаджетов кухонных, которых не было ни у моей мамы, ни у моей бабушки. Господи, ну какие они были мастерицы! Как они это всё делали здорово! И на глаз всегда, на глазок. Я тоже стараюсь делать всё на глаз. Ну, кроме тортиков, естественно, там каких-то сложных. А так, ну, запеканку, что там вымерять. Всё. Вот мы всё разровняли. Сейчас духовочка у меня уже разогревается. И дальше я покажу вам, как я её буду ставить. Итак, ребятушки, ставим запеканку в духовку. Так, всё, она уже разогретая. Ну, на сколько мы поставим её на... Ну, на час поставим. Старт. Всё. Через час будет монтаж. В общем-то, вот и всё. Такая получилась красота. Сейчас, ну, это всё. С гущёночкой сдобрим. Ну, всё. Всем хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!